На Россию посмотрели неудобрительно. На Россию посмотрели неудобрительно Еврокомиссия ввела антидемпинговую пошлину на КАС. Газета «Коммерсант» номер 65 от 12 апреля 2019 года, СТР. 9. Еврокомиссия вслед за антидемпинговыми пошлинами на российский нитрат аммония и аммиачную селитру с 12 апреля предварительно ввела ограничительные меры на карбамида аммиачную смесь, КАС. В правительстве РФ уже заявили, что примененная ЕК-методика энергокорректировок противоречит нормам ВТО и может быть оспорена. Экспортеры Еврохим и Акрон к решению отнеслись спокойно, ожидая роста цен на КАС на европейском рынке. Еврокомиссия, ЕК, предварительно решила ввести заградительные импортные пошлины против карбамида аммиачной смеси из России. Поставки из РФ занимают около 10% европейского рынка. Как сообщил регулятор, с 12 апреля на ближайшие полгода пошлина составят 31,9% для Акрона и 34% для Еврохима. Также заградительные меры введены на КАС из США – 22,6% и Тринидада и Табага – 16,3%. Окончательное решение ожидается в октябре. Причиной расследования ЭК, начатого осенью 2018 года, стала жалоба Европейской ассоциации производителей удобрений. На участников приходится выпуск более 50% КАС в ЕС. Ассоциация традиционно указала, что цены на ГАС в РФ, стоимость которого составляет более 17% в себестоимости КАС, регулируются государством, что якобы является признаком искусственного субсидирования промышленности за счет низких цен на сырье. Такая методика энергокорректировок, которую ЕК применяет и к другим российским промышленным товарам, например, металлом, оспаривается Россией в ЭТО с 2013 года. В 2018 году Россия выиграла иск по энергокорректировкам против Украины, которая в июле 2014 года более чем втрое повысила пошлины на ввоз нитрата аммония из РФ, до 36,03%, и продлила их срок действия еще на 5 лет. Тогда Киев ссылался на большую разницу цены на газ для украинских и российских производителей. 11 апреля в Минэкономике пояснили, что пока речь об оспаривании по шлен ЕС на КАС не идет, так как это предварительное решение. Владимир Путин, президент РФ, 12 декабря 2013 года. В силу того, что нерыночным образом на газ складываются цены внутри страны, наши производители химической продукции якобы имеют неоправданные конкурентные преимущества. Мы убеждены, что это не так. В Еврохиме считают введение пошлины и применение энергокорректировок неправомерными, компания продолжит их оспаривать. С учетом протекционистских настроений в ЕС, несмотря на сильную оппозицию со стороны агропроизводителей и потребителей КАС, данная мера может быть утверждена как окончательная в октябре 2019 года, заявили твердый знак в компании. При этом в Еврохиме не ожидают потерь от новых пошлин. Основный рынок КАС для компаний Россия, а экспорт в Европу в зависимости от рыночной конъюнктуры будет перенаправлен в основном в страны Северной и Южной Америки, пояснили в производители. В окроне ситуацию не комментируют. Но ВТБ Капитал оценил эффектно. ЭБД компании в этом году от введения пошлины 1,6 миллиарда рублей. Примерно 12% от показателя по МСФО за 2018 год. Впрочем, источник твердый знак, знакомый с ситуацией, отмечает, что окрон просто будет продавать удобрения дороже, так как спрос на российскую продукцию в Европе высокий. Как Еврохим собирается ускорить ввод новых мощностей? Напомним, окрон сейчас оспаривает другое решение ЕС по размеру антидемпинговой пошлины на аммиачную селитру, введена в 1995 году и затем неоднократно продлевалась на 5 лет, последний раз в 2014 году. Компания в 2016 году потребовала пересмотра этих мер, но ЕК отказала ей, и теперь окрон подал апелляцию. Помимо этого защитные меры в ЕС действуют против российского нитрата аммония. За 9 месяцев 2018 года ввоз карбамидно-аммиачной смеси на рынок ЕС из США увеличился на 66,1%, до 333,4 тысячи тонн, тогда как из России на 19,5%, до 270,4 тысячи тонн. Отмечает независимый эксперт Леонид Хазанов. То есть из нашей страны было завезено гораздо меньше, чем из США, но пошлины для российских химиков были установлены гораздо выше, чем для их американских конкурентов, говорит он. Господин Хазанов согласен с мнением, что введение пошлин, вероятнее всего, приведет к росту цен на касс в ЕС, при этом поставки из России могут сохраниться. Ольга Мардюшенко Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова